Трям подписчикам и гостям, я Джетта, и сегодня мы будем снова извращаться с нашими бедными несчастными волосами. Я, например, хочу убрать желтизну с волос и, может быть, сделать их немножко посветлее. Я надеюсь, что они у меня сегодня не отвалятся, потому что через некоторое время я хочу покрасить их антоцианином. И это я тоже запишу, да. Итак, для того, чтобы нам покрасить волосы, для начала надо немножко изучить колористику. Потому что если мы выберем неправильный цвет, то он может лечь не так, как мы ожидаем. И, короче говоря, будет беда. Беда-беда, да. Для этого нам понадобится вот такой цветовой круг. Мы видим, что вот если у нас на волосах оттенок желтый, мы можем его убрать фиолетовым, если рыжий, то синим, красный, зеленым, ну и наоборот. И, исходя из этого, мы уже начинаем плясать. Сегодня я буду извращаться с оксидом шестерочкой из Телевской. На самом деле, по-моему, такая упаковочка может быть любая, но главное, процентность не перепутать. И с вот такой вот прекрасной из Телевской краской. Принцесс из Секс. Можно я не буду это говорить? Это краска, а это корректор. Корректор, по идее, выравнивает цвет, и его надо наносить либо до краски, либо смешивать с краской, как раз-таки, чтобы получить нужный цвет. И мы сейчас как раз-таки будем смешивать его с краской. Что мы делаем вначале? Так как это аммиачная краска, есть еще корректор безаммиачный, который можно добавлять на волосы без вот этих вот оксидов. То есть просто наносишь на влажные волосы, оставляешь там минут на 30-40, потом смываешь, и у тебя вроде как хорошие красивые волосы. Что мы делаем? Мы открываем сначала корректор. На этих тюбиках есть очень удобные мерные деления. 15 мл, 30 мл, 45 мл и вот это 60 мл. Одного такого тюбика должно хватить на длину волос где-то 30-35 см. Нам отсюда надо где-то сантиметра 2, миллилитров 10 примерно. Ну вот, в общем, как-то так. Если кому-то будет важно, то оттенок корректора 0, дробь 2 0 А. А это значит, есть ли в краске аммиак. То есть есть еще N, и она безаммиачная. Но по идее то и то ухаживает. И сама краска у меня 10 на 16. Это светлый блондин пепельно-фиолетовый, либо полярный лед. Тут, кстати, в упаковочке есть инструкция. Она довольно большая. Из этого тюбика нам понадобится уже 15 или даже 20 мл. Потому что разводить-то мы будем один к одному. То есть одна баночка. То есть, как обычно, мы разводим один пакетик из Телевской пудры и одна баночка оксигена. А пакетик из Телевской пудры равен как раз-таки 30. Поэтому красочки мы добавляем чуть побольше. И перемешиваем вот эту получившуюся у нас массу. Кстати, краска довольно красиво блестит. Она похожа на какой-то суфле, что ли. Я знаю, что у меня на волосах далеко не желтый оттенок. Он у меня рыжий. Но, тем не менее, в синьку я сейчас уходить не буду. Потому что я буду потом красить волосы синим антоцианином. И он все равно как бы перекроет вот этот вот рыжий пигмент. Мне сейчас убрать бы немножко вот как раз-таки желтый. Теперь, по-хорошему, до добавления оксигена, то есть до активации состава вот этой вот краски, нужно снять кольца. Теперь нам надо приготовить волосы, а это их расчесать. Вроде как аммиачная краска наносится на немытые волосы. То есть можно с ними вот один день как раз я проходила, голову не помыв, да, они уже такие начинают становиться сальными. То есть, ну, так и надо. Для покраски так и надо. Все хорошо. Далее мы расчесываемся и берем вот эти вот прекрасные штучки, чтобы разделить волосы на пряди и их зафиксировать. Разделение я буду делать не по канону, потому что я не в салоне и крашу я никого-то другого о себе. А на себе, как известно, любые эксперименты возможны. Ты на себя в суд не подашь. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, нечто такое у меня сейчас получается, да. Ну, вот я закрепила, как мне нужно, чтобы нормально брать пряди. Далее мы надеваем перчатки, чтобы наши руки случайно не покрасились. И если на руках, как у меня, допустим, есть раны, чтобы оксигент или краска не попали в рану, не началось раздражение и, короче говоря, не было боли. Далее мы берем оксигентик и вмешиваем его в наш получившийся состав. Если вы будете пытаться вмешать корректор в краску с оксигеном, то у вас, скорее всего, ничего не выйдет или выйдет очень плохо, потому что почему-то корректор очень плохо вмешивается во все это дело. Так что сначала мы выдавливаем корректор, потом краску, потом добавляем оксиген. И далее, чтобы как бы немножечко, еще чуть более обезвредить действие вот этого вот всего, мы добавляем все тот же мой любимый хромоэнергетический комплекс. Одну ампулу. Далее, по-хорошему, нам нужно большое-большое зеркало. А лучше даже два, чтобы в него можно было смотреться и видеть, где ты пропускаешь, в общем, места, на которые надо положить краску. Это важно. Но я постараюсь воспользоваться просто зеркальцем из пудреницы. Я знаю, что это будет сложно. Ну и плюс, по-хорошему, нам нужна фольга парикмахерская, но у меня нет парикмахерской, у меня есть вот эта. И мне она нужна просто, чтобы не попадать на кожу. Также у меня есть вторая прекрасная кисточка, которую можно, если что, разделять волосы. По-хорошему, надо сначала наносить на всю длину, а потом на корни. Но у меня на это как-то не очень много времени. И, скорее всего, я просто собьюсь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я выдержала краску 35 минут. И сейчас иду смываться. И посмотрим, что получится. Вот такой цвет у меня получился. Вы можете заметить, что у корней он немножко темнее. На концах он почти белый. Если не сказать совсем белый. Вот тут вот. Но зато он выглядит более равномерно. Ну и можно списать это на милирование. Но я подержала только 35 минут. А можно было вообще держать, по-моему, час. И тогда он бы отдавал холодным, уходил немножко в фиолетовый и прочее-прочее. А еще вот этот вот рыжеватый можно убрать синим. Но так как я после этой покраски все равно хочу краситься антоцианином, то мне это не принципиально. Так что, в принципе, все в порядке. Если вам было полезно это видео, ставим лайки. Если у вас возникли какие-либо вопросы, можете их написать в комментарии. Вконтакте нас, кафе, неважно. И всем спасибо за просмотр. Всем пока!